Одним из самых зрелищных моментов празднования Дня снега в Красноярске на острове Татышев стал конкурс «Веселые сани». Некоторые участники ради наилучшего результата конструировали собственные сани, другие же довольствовались магазинами-экземплярами. На шуточные состязания на самый длинный спуск с горы заявилось два десятка человек. При подготовке к конкурсу кое-кто из спортсменов давал волю фантазии. Ведь судьи оценивали не только расстояние поездки, но и внешний вид саней. Всего за два дня семья Будкиных собрала почти настоящий пиратский корабль. Я пират Джек Воробей, а это мой корабль «Черная жемчужина». Мы в том году участвовали и не победили. Решили в этом году сделать креативно и поучаствовать. Тех, кто не испугался мороза, ждали разнообразные конкурсы. Тут и перетягивание каната на плюшках, и шуточный биатлон, где нужно было кидать в мишень цветные шары, а потом прыгать в мешке по импровизированной трассе. Награда ждала всех участников. Сегодня очень понравилось. Ходим, локации обходим. Все так красиво, здорово. Ну, хорошие горки вроде бы получше сделали, чем были, да? Да. Где были, что уже сделали? Участвовали в снежном биатлоне, в хоккейном тире выиграли. Вот пока только на четверых одну футболку. О, отлично. Отлично, хорошо. Весело детям, весело. Это самое главное. Любовь красноярцев к активному отдыху оценили в том числе именитые спортсмены. Олимпийские чемпионы Николай Зимятов и Александр Завьялов, в прошлом участвовавшие в лыжных гонках, приехали к нам провести мастер-классы для гостей праздника. Ну, спортивный пациент, он как был, лыжный спорт, лыжные гонки, они как бы и не умирают. Как были тысячи занимающихся, как был самый массовый вид спорта, так он и весь. Поэтому наш лыжный спорт никогда не умрет. Если есть снег, значит это будет однозначно всегда. И стала добрая традиция, чтобы на острове Татышев мы собирались и проводили разные всероссийские акции, региональные акции. Сегодня видите, сколько много народу, которые пришли поддержать лыжные гонки, поддержать здоровый образ жизни. Найти себе развлечение на острове Татышев можно не только в праздничный день. В снежном городке красноярцев и гостей краевого центра ждут многочисленные горки для любителей активного отдыха и целая аллея ледовых скульптур для тех, кому нравятся спокойные прогулки. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко, Новости.